МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТОЧКА НЮЗ Всем привет! Мы снова вместе, вместе, куда слетаются все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса. Точки зрения бывают разные, но ваше зрение направлено на точку ньюз. Меня зовут Слава Никитин, и мы начинаем. ТОЧКА НЮЗ Наконец-то стало ясно, почему Дональд Трамп так активно борется с мексиканскими эмигрантами. Корень зла кроется, как всегда, в женщине. И не в какой-то там, а в Сальме Хаек. История банальна. Нынешний президент США, а на тот момент просто бизнесмен, в свое время подкатывал к актрисе, не стесняясь ее бойфренда. Сальма оказалась женщиной порядочной, и Трампу отказала. С бойфрендом, правда, потом все равно рассталась. Но, видимо, не очень ей понравился Дональд. Что неудивительно, не самый привлекательный мужчина. Кто же знал, а ведь могла бы стать первой леди США. И мексиканцы сейчас спокойно бы шастали через границу. Жаль, что никакая русская актриса не привлекла Дональда. Глядишь, и был бы у нас безвизовый въезд в страну грез. Замуж-то собираешься? Совсем в девках засиделась. Родила бы уже для себя. Больше родственники Джессики Чейстон не будут доставать ее такими вопросами. Сорокалетняя американская актриса на днях вышла замуж. Джессика всегда неохотно делилась с поклонниками подробностями своей личной жизни. И те очень переживали. А что, если их кумир так и останется одиночкой? Благо, опасения не сбылись. На днях девушка вышла замуж за итальянского дизайнера. 34-летнего Джанлу Купасси, с которым встречалась несколько лет. Торжество прошло в родовом поместье жениха в Италии. И, судя по отзывам гостей, новоиспеченный муж и жена очень счастливы. И хоть в Голливуде не принято выходить замуж или жениться по одному разу, возможно, эта пара станет исключением. Все-таки молодость штука скоротечная, а им еще много надо успеть. В минувшую субботу гости дизайн завода «Флакон» могли подумать, что они злоупотребили социальными сетями. И у них случился массовый глюк. Вокруг материализовались все те, кого мы привыкли видеть в YouTube. Количество блогеров на один квадратный метр зашкаливало. Фестиваль блогеров «Хэштег» проходил с утра до позднего вечера. На площадку съехались самые топовые владельцы блогов, у которых, по идее, должно быть чему поучиться. Правда, Саша Спилберг стала звездой всех скандальных пабликов, потому что на своем мастер-классе она волновалась так сильно, что не смогла ответить ни на один интеллектуальный вопрос. Победа в шахматной партии. Как называется? Я не знаю. Наука о растениях. Я не знаю. Самый огромный океан. Ну не смотри на меня так. Подождите, подождите. Это не обговаривано. Среди участников также были Амиран Сардаров, Олег Крикет, Василий Смольный. Эти люди вряд ли встречаются за чашечкой кофе. Уж очень большая конкуренция за лайки и просмотры. На них подписываются и лайкают миллионы. А как они сами относятся к тем, кто по ту сторону Ютьюба. Лайкают ли они случайных пользователей или хотя бы своих друзей. Да, бывает. Девушек с большими сиськами. Нет, только супер качественными. То есть от меня лайка не дождаться. Серьезно? Просто не дождаться. Я не подписан даже на своих друзей. Для меня Инстаграм прямо, то есть вообще, то есть я супер придирчиво, там, самокритично отношусь. То есть у меня только там проффотографы, какие-то модели постоянно. Да, вот когда в поиски захожу, иногда если что-то мне нравится, я лайкаю. И, в принципе, вообще, свою ленту не лайкаю. Вообще нет. Всех я не лайкаю. Я лайкаю своих поклонников. А случайных пользователей заходите? Да, да, которые просят, особенно в интернете, обязательно помогай и лайкаешься. Слушай, это, знаешь, мне кажется, люди из разных. Кто-то просто лайкает, у него уже по привычке. Да, в общем, я даже знаю, знакомых смотрю, они сидят, залипают, лакают все подряд. Я не так часто лайкаю, только когда реально, знаешь, произошел какой-то коннект. Похоже, эти ребята уже въехали в тему шоу-бизнеса. Потому что и этот фестиваль не обошелся без скандала. Когда кто-то из 10-миллионной армии фанатов Саши Спилберг высказал ей свое недовольство ее хамством, Саша ответила с использованием ненормативной лексики. А еще и вмешался папа блогершей и ударил поклонника дочери, объяснив это тем, что обидчик показал его девочке неприличный жест. Что же случилось между фанатом и Сашей, не ясно. Но то, что эта девочка уже выросла, мы поняли по ее совсем не детскому поведению. Точка. Ньюс. На одну семью, где есть только папа, стало больше. Знаменитый футболист Криштиану Роналду стал отцом во второй раз. Не спрашивайте, кто мама. Этот парень умеет заводить детей без любимой женщины. На этот раз у Криштиану появилась сразу двойня. Мальчик Мэтью и девочка Ева, которые появились на свет благодаря суррогатной матери. Счастливый футболист наверняка заплатил очень щедро за подобную услугу. Известно, что первый ребенок обошелся Роналду в 10 миллионов фунтов стерлингов. И как бы не пытался шифроваться Криштиану, изображая любовь с различными красотками, в своей португальской мыльной опере детей он предпочитает заводить без участия своих псевдолюбовниц. И несмотря на то, что сейчас футболист даже якобы в отношениях с Джорджиной Родригес, нам кажется, что он бы с большим удовольствием положил глаз на Тимура Родригеса. Ну вот и все. Вы узнали все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса. Хотите добавки? Тогда смотрите Жару каждый день. Заходите в социальные сети, внизу экрана видите наши аккаунты. И последнее, помните, что с вами был я, Слава Никитин и Точка Ньюс. Точка Ньюс Кстати, на Жаре есть самый быстрый блиц-опрос знаменитостей. Ну это, конечно, танцы и бег по жизни. Певица Юлия Паршута расскажет, как ей удается быть такой чистой и невинной. Я очень долго принимаю душ. Кстати, она обладает суперспособностями. Моё селфи может собрать до 16 тысяч лайков. А еще она закончила курсы для рэперов и скоро выпустит трек «Лодочки-иголочки». Все, что угодно, только не лодочки. Мужчина всегда должен выглядеть дорого с иголочки. Кстати, в четверг в 19.00. Только на Жаре.